Дайте слово! Называется как «Областное Зак Собрание Кировской области. Развитие парламентаризма на Вятке или деградация». Сегодня в студии, как обычно, представители политических партий, представители фракции в областном законодательном собрании. Это Роман Титов, представитель от партии «Единая Россия». Да, добрый день. Федор Сураев, представитель партии «Справедливая Россия». Добрый день. И, к сожалению, опаздывает, но сейчас буквально к нам присоединится Владимир Костин, партия ЛДПР. К сожалению, представителей от коммунистической партии сегодня в студии нет. По разным причинам были все приглашены, но по разным причинам кто-то не может, кто-то в командировке. К сожалению, без коммунистической позиции сегодня у нас в эфире. Это в новинку. Обычно у нас представители всех политических партий. Мы слушаем дискуссии всех представителей политических партий. Но пока, я думаю, пока так. Давайте начнем. Все-таки тема парламентаризма на вятке, она звучит каждый день из наших газет, из средств массовой информации. Мы все чаще видим заявления депутатов ЗАГС Собрания. Мы все чаще встречаем позицию политических партий. Мы все чаще видим столкновения политических и общественных интересов в стенах ЗАГС Собрания. И мне кажется, что парламентаризм на вятке, он рождается в стенах областного ЗАГС Собрания. Он должен там рождаться. Этот орган является самым важным с точки зрения принятия законодательных решений. Поэтому от того, как происходит дискуссия в стенах Серого дома, в стенах областного ЗАГС Собрания, зависит вся политическая повестка нашего региона. Так вот, давайте поговорим о роли областного ЗАГС Собрания. Начнем с вас, Роман Титов, представитель партии «Единая Россия». Я бы, наверное, в начале слова передал коллегам из оппозиции. Опоздавшим, да? Да, опоздавшим, например. Как раз вовремя. Поэтому Владимир Костин присоединился к нашему диалогу. И как опоздавший, на правах опоздавшего принимает слово. Пожалуйста, у вас есть время для того, чтобы обозначить свою личную позицию роли областного ЗАГС Собрания и высказать позицию партии ЛДПР. Да, добрый день, друзья. Алексей, все правильно согласен с тем, что, естественно, законодательное собрание Кировской области это главный законодательный орган Кировской области. Это очевидно. Это как минимум написано в уставе Кировской области. Другое дело, что законодательное собрание в последнее время свои позиции теряет. Теряет стремительно. И если в пятом созыве была дискуссия, причем диалог был довольно живой, острый, и зачастую он влиял на принятие решений, то сейчас диалогом в законодательном собрании весь процесс, который происходит, назвать нельзя. Очевидно, что мы об этом много раз, кстати, говорили в стенах, в том числе, этой студии, когда большинство в исполнительной власти и в законодательной власти принадлежит одной политической силе, это приводит к некому расслаблению, к дисбалансу. Фактически решения принимаются только лишь исполнительной властью. Законодательная власть лишь оформляет эти идеи, эти инициативы в виде голосований. Ну, то есть очевидно, что фракционная дисциплина существует. Хотя здесь надо отдать должное. Не все коллеги по законодательному собранию, которые работают в партии большинства, относятся к партии большинства, строго следуют тем директивам, которые спускаются сверху. И иногда мы наблюдаем, что внепланово или удивительно для нас происходят некоторые вещи. Но, тем не менее, повторюсь, на мой взгляд, если у нас есть некие политические силы в виде парламентских политических партий, то они должны быть представлены и в законодательных органах, и в исполнительной власти. Тогда можно говорить о том, что каждый не только озвучивает свою позицию, но и способен, может, и принимает решение. То есть мы вот сейчас с коллегами по оппозиции, наше суммарное численно 17 человек из 54. И если вдруг все проголосовали, например, за или против того или иного законопроекта, все равно решающее слово будет за коллегами из партии «Единая Россия». И, может быть, еще раз говорю, это было бы и неплохо, если бы вся власть исполнительная не состояла, ну или не подчинялась по вертикали представителям этой же самой партии. Поэтому вот главный перекос сейчас, на мой взгляд, в этом. Благо, что сейчас некоторые коллеги, еще раз, Роман Альбертович, на вас смотрю и киваю, начали критически порой относиться к инициативам, которые директивно спускаются сверху. И мы все чаще видим ситуацию, когда решения проходят не те, которые, например, там ожидались. При этом, еще раз, там оппозиция часто выступает с идеями, которые спустя год-два облачаются в законы. Ну вот так было, например, с поддержкой семей, имеющих детей. Ну, закон, который принят о мерах поддержки семей, имеющих детей, 2000 рублей получают семьи, которые не имеют возможности ребенка старше трех лет отдать в муниципальный детский сад. Кстати, я считаю, и более того, проект закона уже готов. У меня на столе лежит, мы внесем его на октябрьскую пленарку. Что 2000 рублей, очевидно, недостаточно. И мы, услышав правительство, что в следующем году, ну, то есть вот в этом уже, да, очередь будет сведена к нулю. Увидели, что 494 ребенка уже сейчас, старше трех лет, в Кирове не посещают муниципальные детские сады. Эта цифра будет только расти, потому что дети за трехлетний порог будут в октябре, в ноябре, в декабре еще переваливать. Соответственно, я думаю, что где-то примерно 600 детей старше трех лет в детский сад не пойдет. Нужно цифру с 2000 увеличивать, ну, минимум до 10, чтобы эти семьи могли в большей степени компенсировать плату за частный детский сад. Ну, то есть вот эта инициатива, которую мы в свое время внесли давным-давно, огромных трудов стоило, казалось бы, элементарная вещь, просто доказать, что есть люди, которые детей старше трех лет не могут отправить в детский сад. Но как раз спотыкались о том, что профильное министерство говорило, нет, у нас таких детей нет. И только после того, как все, ну, даже не все люди, которые имели эту проблему, вышли на улицу, заявили о этой проблеме через митинг, их увидели и начали их вопрос решать. Но еще раз говорю, мы на это потратили полтора года. Хотя очевидна была необходимость принять ее, этой инициативы. И, кстати, сразу же вопрос о митингах. Митинг тогда сработал, да? Сейчас же мы, опять же, на предыдущей пленарке рассматривали вопрос о введении каких-то ограничений. Кто-то говорит, что на самом деле не столько ограничений, сколько послабления. Вот в моем представлении нужно дать возможность людям заявлять о своих проблемах, если они хотят это сделать. публично и массово, но при этом мирно, никто им не должен это делать запрещать. На депутатов областного ЗАГС собрания влияют уличные акции, протесты, митинги или, наоборот, мероприятия, которые вызваны за поддержку чего-либо? Я не могу сказать за все законодательное собрание, потому что каждый депутат руководствуется в принятии решений своими какими-то принципами. Но на нас с коллегами по ЛДПР влияют, потому что, например, когда вот здесь вот напротив был пикет, посвященный повышению пенсионного возраста, когда люди пришли и сказали, мы не хотим этого, наша фракция выходила с людьми, общалась, естественно, уже сформировав отрицательное отношение к повышению пенсионного возраста, мы лишний раз укрепились во мнении, что нельзя поддерживать подобную инициативу, увидев людей, с ними пообщавшись. И на самом деле нашли поддержку от них, когда они действительно сказали, спасибо вам за вашу позицию. Важно еще раз говорю, чтобы эта позиция еще и была как-то, принималась большинством депутатов, да, то есть когда люди слышат своих избирателей, они в итоге голосуют так, как им велит их тот самый избиратель, и избирателям спасибо за это. Будет это митинг, будет это направление каких-то обращений в адрес депутата, это на самом деле не столь важно, но если люди хотят, им нужно обязательно дать возможность мирно собираться и высказывать свою точку зрения. Я вот в этом глубоко убежден, поэтому, опять же, фракция ЛДПР не поддерживала изменений, пускай они пока приняты в первом члене, которые регламентируют, на мой взгляд, еще строже, проведение митингов, шествия, демонстрации, пикетирования и так далее. Ну, это вот, опять же, в общем, если говорить о законодательном собрании Кировской области, о том, что сейчас есть перекосы, на мой взгляд, опять же, там, выпиющий пример был того, что в законсобрании не все в порядке. Это инициатива Павла Дорофеева по запрету продажи зажигалок, да, и вот один в один ситуация, когда Дорофеев предлагает принять закон в первом чтении, и если кто-то с чем-то не согласен или хочет расширить действие закона, это можно сделать перед принятием во втором чтении, ничего нам это сделать не мешало. Здесь коллега Дорофеев не был услышан, наши доводы не были услышаны с коллегами, но буквально следующий вопрос голосования по изменению как раз в закону о митингах и шедствиях, пикетированиях, там как раз был принят он, несмотря на замечания прокуратуры, несмотря на позицию, опять же, многих избирателей, самих депутатов, он был принят в первом чтении с формулировкой, ну, если что, ко второму-то мы поправим. Не двойные ли это стандарты? Безусловно, да. Когда, опять же, встает перед утверждением повестки пленарного заседания вопрос о том, что давайте мы какой-то вопрос исключим, при том, что этот вопрос прошел через комитет законодательного собрания, то есть все формальные процедуры соблюдены. У нас, как у депутатов, нет права голосовать против на самом-то деле. Мы можем по законопроекту проголосовать против, если с ним не согласны, но исключить его из повестки права не имеем, и это голосование, по сути, против, оно противоречит вообще здравому смыслу, и если уж на то пошло, нарушает право депутата выступать с законодательной инициативой. И некоторые депутаты, мало того, что голосуют за это, нашелся депутат, который это предложил. Но я вообще не представляю, как можно настолько не уважать друг друга и выкидывать. Давайте я тоже там предложу чей-то вопрос из повестки исключить, только потому, что он мне не нравится. Как раз ваши слова, цитата, что не надо превращать заседание ЗАГС-собрания в цирк и балаган, как раз именно по этому вопросу и буду. Безусловно, и опять же, я повторюсь, можно взять и, например, депутата Костина поставить вопрос на голосование о лишении депутатских полномочий, но это действие будет незаконным. И проголосуют за, и, собственно говоря, и что? И как-то это вяжется с законом? Никак. Ну, соответственно, давайте подменим собой избирателя. То есть мы решим, что мы еще и в качестве избирателя будем выступать исключительно мы. И выборы можно не проводить. Давайте переутвердим друг друга. Это уже разгоняем маразм. Но ведь сама вот эта первая ласточка, она прозвучала. Исключение вопроса из повестки, на мой взгляд, абсолютно незаконно, но тем не менее это происходит в нынешнем ЗАГС-собрании. Почему? Это не профессионализм, а осознанная позиция? Я не могу ответить на этот вопрос. Я уже высказывал претензии к нынешнему руководителю ЗАГС-собрания. На мой взгляд, Владимир Горелошбакин абсолютно не соответствует занимаемой должности, как раз потому, что при нем статус ЗАГС-собрания начал резко падать, и ЗАГС-собрание деградирует. Повторюсь, я это уже говорил на пленарке. Почему деградирует? Ну, вот примеры уже привел. И, безусловно, там все коллеги-депутаты, которые сейчас работают в ЗАГС-собрании, должны осознавать, что вместе с деградацией ЗАГС-собрания деградируем все мы, и на это надо влиять. То есть, конечно же, нужно исключить вот подобного рода проявления, когда кто-то из депутатов вдруг решил, что он может себе позволить исключить вопрос из повестки, поставленный в соблюдение всех процессуальных норм своим же коллегой. Ну, это исключено. Дальше что, драться начнем в ЗАГС-собрании, как бывало, например, в Госдуме в былые времена. По вашему мнению, сегодня существует некий дисбаланс между представителями партии «Единая Россия», фракции «Единая Россия» и представителями оппозиционных партий, и из-за этого создается дисбаланс. Из-за этого происходит снижение степени дискуссии между депутатами, между фракциями. Нужно ли, условно говоря, в стенах парламента быть 50 на 50, то есть 50 оппозиция, 50 представителей партии власти для того, чтобы была полноценная нормальная дискуссия? Помните, например, времена как 2011 год, когда было примерно 50 на 50, когда была и оппозиция, и представители, и партия «Единая Россия» в равных пропорциях примерных. И тогда была настоящая дискуссия, была серьезная конфронтация, столкновение интересов, столкновение мнений, позиций, доводов избирателей и депутатов. И тогда, как мне казалось, стены парламента все-таки, в стенах парламента была все-таки настоящая дискуссия, настоящая конкуренция, живая политика и общественная деятельность. Что происходит сейчас? Сейчас в таких рамках, в таких пропорциях и масштабах дискуссия между политическими партиями возможно? На самом деле, я бы вообще не смотрел в сторону 50 на 50. Если посчитать распределение голосов избирателей, которые пришли и проголосовали в 2016 году за нынешний состав ЗАГС-собрания, то распределение сил 60 на 40. 60 – это оппозиция. Вот если просто смотреть по голосам, за счет чего? За счет одномандатников. И почему мы так, не знаю, ревностно бьемся за то, чтобы пропорция распределения между списочной частью и одномандатными округами сохранялась 50 на 50. Потому что понимаем, что в случае изменения этого баланса в очередной раз мы получим, наверняка получим этот перекос, когда депутаты, одномандатники, вернее, кандидаты-одномандатники от Единой России могут с большей вероятностью получить мандаты, получив на самом деле меньшинство голосов избирателей. То есть одно дело, если бы было у нас, знаете, там ограничение, одномандатник побеждает в своем округе, если он победил с результатом не менее 50%. Вопросов нет. Но большинство одномандатников побеждает с результатом, а, меньше, а если мы посмотрим еще и на явку, то поддержка конкретного человека, конкретного будущего депутата, но она просто смешная, мизерная. И здесь рассчитывать на то, что мы вот действительно нынешним составом ЗАГС-собрания или будущим составом ЗАГС-собрания при подобном подходе будем соответствовать волеизъявлению наших с вами жителей Кировской области, ну, ошибочно. И я считаю, что вот как раз крайне неправильно уходить, менять этот баланс в пользу увеличения количества депутатов-одномандатников. Вопрос к Федору Сураеву, представителю партии «Справедливая Россия» о роли нынешнего областного ЗАГС-собрания в общественной политической жизни региона. Все-таки идет каждодневное развитие, целенаправленная дискуссия, сталкиваются интересы, столкнуваются мнения. Или все-таки, вот как по мнению Владимира Костина, происходит некая деградация, некое снижение роли депутатов ЗАГС-собрания всего парламента в нашей кировской общественной политической повестке. Федор Сураев с «Справедливой Россией». На мой взгляд, я солидарен во мнении с коллегой Костиным. Идет действительно деградация. Во-первых, нас не хотят слышать и нас не хотят даже выслушивать. Подтверждение тому, что нас там в очередной раз лишили этих же пяти минуток в начале пленарного заседания. Я с удовольствием их вам предоставляю. Депутатов просто не хотят даже слушать. Ладно, там слышать, быть услышанным и другой вопрос. Нас просто лишают права выступления. Это, конечно, проблема очень остро стоит, на мой взгляд. Потому что, с другой стороны, к нам приглашают каждый раз на пленарное заседание каких-то гостей, которые выступают без каких-то ограничений по времени. Ну, пример тому последнее пленарное заседание. Вот. Я не против этого. Я не против этого. Давайте будем приглашать гостей продолжать, давать им время для выступления. Ну и время для выступления для представителей фракций нужно тоже давать. Потому что есть острые проблемы, которые необходимо освещать. И я думаю, что при условии, когда такая возможность будет дана, этими возможностями депутаты будут пользоваться. Ведь самое важное это даже не сколько донести свою проблему или проблему избирателей до присутствующих депутатов, сколько для того, чтобы показать средства массовой информации, которые присутствуют на пленарном заседании, ту или иную проблематику, которую ну, вы же знаете, как у нас работают представители средств массовой информации. Очень редкие телевизионщики или пишущие СМИ остаются до конца заседания пленарного. И мне кажется, что в начале каждого пленарного заседания необходимо предоставить всем политическим партиям какое-то время для политической повестки или там общественной повестки, для проблематики, для чаяния избирателей. Мне кажется, это нормально. Это есть абсолютно в каждом парламенте нашей страны. Странно, что в Кировской области эта норма убрана, она у нас существовала. Но, тем не менее, я предоставляю вам вот эти небольшие возможности высказать фракционную партийную точку зрения. Спасибо, Алексей, вам большое за это. Действительно, немногие представители СМИ остаются до конца заседания и после первых самых важных вопросов они обычно зал покидают. Поэтому, да, действительно, депутат может взять слово в разном, но кем он будет услышан и насколько это сильно повлияет. Вот поэтому, ну, такая мера, конечно, нужна, необходима. Вот то, что нас ее лишили, я, конечно, об этом по этому поводу сильно грущу. Вот. Также имеет место быть попытки манипуляции там регламентом, да, когда у нас председатель пытается там спрятаться за регламент и, ну, проводить какие-то манипуляции там, какие-то переголосования там или еще какие-то моменты разные там, именно в угоду, так скажем, представителям Единой России. Вот. Поэтому считаю, такое тоже недопустимо и полностью согласен с мнением Владимира, что на сегодняшний день у нас председатель не, наверное, не соответствует той должности, которую он занимает, потому как, ну, практически на каждом заседании допускает ошибки по ведению. Вот. На эти ошибки он потом, ну, так ревностно реагирует немножко. Вот. Ну, надо быть, так скажем, как-то мудрее в его-то возрасте, принимать, слышать и позицию других депутатов. И, ну, как вот пример тоже, на последнем заседании несколько раз я нажимал на микрофон, мне слова никто не предоставлял. То есть у меня горит микрофон, и председатель игнорирует этот момент. Ну, тоже считаю недопустимым. Не знаю, это силы возраста или проблем со зрением у него или что. Но, тем не менее, такие моменты постоянно проскакивают. Не хотелось бы, чтобы это было. Вот. Ну, и также хотел бы отметить, что, ну, если посмотреть вообще на работу ЗАГС Собрания, на нашу законотворческую деятельность мы видим даже по количеству внесенных законопроектов, и кто был авторами этих законопроектов, что-то у нас в основном работает правительство. В законотворчестве участвует правительство. То есть большая часть законопроектов, которые внесены в ЗАГС Собрание, они исходят от правительства Кировской области. Вот. О чем это говорит? О том, что у нас исполнительная власть подменяет собой власть законодательную. И еще один такой момент. Чтобы внести депутату в какую-то законодательную инициативу, так скажем, выставляются определенные ограничения. То есть есть там такая практика, как отзывы правительства. То есть правительство пишет негативный отзыв на законопроект, и этот законопроект автоматически не проходит. И не находит там понимания и откликов других депутатов. То есть фактически у нас исполнительная власть подменилась собой законодательную. Ну, что, я считаю, не совсем правильно, если мы говорим о том, что у нас демократическое общество, соответственно, разделение властей, ветвей властей. Вот. И такая ситуация, считаю, тоже недопустима. Ну, то есть вмешательство правительства в законотворческую деятельность косвенно влияет на активность депутатов, в том числе и на их законодательную активность, на то, что какие-то законодательные инициативы не всегда поддерживаются в правительстве. А последнее слово все-таки у нас, к сожалению или к счастью, при такой системе управления, последнее слово у нас за правительством. Да. И не то, что последнее. И первое слово, и последнее за правительством. И не то, чтобы там косвенно влияют, он напрямую влияет. То есть они напрямую влияют своими вот этими отзывами там или еще какими-то делами. Ну, так скажем, если депутат хочет какой-то законопроект подготовить, ему необходима информация. То есть и доступ к получению этой информации у него порой бывает ограничен. То есть он должен писать запросы к органам исполнительной власти, на которые они отвечают в течение, так скажем, длительного времени. Что напрямую влияет на законотворческую деятельность. То есть депутат не может в полной мере правильно и объективно подготовить законопроект в той форме, в которой требуется для внесения. Вот и все. Как представителю оппозиции у меня вопросы и к вам, и к Владимиру Костину. Имеет ли оппозиция, представитель оппозиционных партий, имеет ли равный доступ к правовому департаменту областного ЗАГС Собрания, управлению и к информационно-аналитическому управлению? Имеется в виду, в равной ли степени помогают в решении правовых вопросов в аппарате областного ЗАГС собрания и информационных вопросов. Федор? Я считаю, что у нас весь аппарат работает только на одну партию. Это очевидно. Все законопроекты они, в принципе, готовят и представляют их потом представители партии «Единая Россия». То есть мы фактически, несмотря на то, что они заявляют, что мы всегда открыты, всегда готовы к работе и к сотрудничеству, фактически они работают только под «Единой Россией». Это мое мнение. А по информационному освещению деятельности депутатов и ЗАГС Собрания? Ну, по информационному освещению практически такая же ситуация. Яркий пример тому 1 сентября. Мне звонят там из информационного обеспечения, спрашивают, были ли депутаты ваши там на линейках. Хотя нам до этого сказали, что в образовательных учреждениях определенные ограничительные меры, никого мы видеть не хотим. Тем не менее, представители партии «Единая Россия» побывали в каких-то учебных учреждениях, побывали на линейках, о чем потом информационное обеспечение и отчиталось на сайте ЗАГС Собрания. Ну, ситуация тоже такая двоякая. Владимир, ваше мнение? Да, но в плане информационного обеспечения, безусловно, оппозицию не хотят куда-то направлять в СМИ, да, потому что, очевидно, у ЗАГС Собрания есть бюджет на освещение собственной деятельности. Вот в этот бюджет оппозиция не попадает. И здесь не только там по 1 сентября можно судить. Здесь история в целом о том, что если новость о ЗАГС Собрании есть, то, ну, например, телеканалы, о которых вы сегодня говорили, после принорного заседания снимают позицию председателя, либо того, кто определил председатель. Вспомните хоть раз представителя оппозиции, который бы туда попал. А, на минуточку, эта история платная. То есть за это ЗАГС Собрание, считайте, бюджет, считайте, жители Кировской области платят деньги. Наверняка жители Кировской области хотели бы услышать и свою позицию тоже, да, устами депутатов, которые, на самом деле, часто эту позицию отстаивают. Но однобокое освещение как раз-таки отчасти предполагает, что в целом к ЗАГС Собранию, в целом к власти теряется интерес у жителей нашей области, потому что видеть все одни эти жилица, слушать все одно и то же, ну, просто людям неинтересно, скучно, и в конце концов, особенно, когда это не совпадает с их позицией. Отдельное спасибо Эхо Москве за то, что мы встречаемся здесь в таком формате. Продолжим нашу беседу после короткого перерыва на рекламу. Дайте слово! Продолжаем нашу беседу в студии Алексея Кузьмин, авторская передача «Дайте слово». Сегодня мы говорим о роли областного ЗАГС Собрания в общественной политической жизни нашего региона. Передаю слово с таким же вопросом, как предыдущим спикером Роману Титову, представителю партии «Единая Россия». Роман, как вы оцениваете роль областного ЗАГС Собрания в нашей общественной политической повестке? Все-таки идет правомерное, целенаправленное, ежедневное развитие? Или, как высказывались представители оппозиции, деградация в общественном политическом поле, пространстве, все меньше публикаций в СМИ, все меньше влияния депутатов ЗАГС Собрания? Что вы думаете по этому вопросу? Спасибо за слово, Алексей. Вот как раз такая драматургия хорошая. Если бы я вначале выступил, коллеги мне бы в ворота мячи били, а сейчас я могу там немножко и какой-то мяч ухватить. Вот давайте начнем с того, что законодательное собрание – это не какой-то монолит, то есть это не кирпич, который не изменен во времени и пространстве. Это структура, которая динамична хотя бы в силу того, что она состоит из людей, из депутатов. И динамичны в том числе и фракции. Мы видим, и вот сейчас мы с Владимиром Александровичем обсуждали итоги голосования по тем же пятиминуткам, что нет никакой однородности голосования. Например, ну, думаю, тайну не раскроем. Мы выяснили, что представители законодательного собрания, так же, как и ряд коллег, поддерживали инициативу о введении пятиминуток. То есть есть динамика, серьезная динамика. И вот, ну, если кто-то видит кризис, я всегда в кризисе вижу определенные возможности. Действительно, и это мое мнение там частное, да, что на определенном временном горизонте мы упустили определенные контрольные вожи, функции, слишком большое внимание уделяя какой-то вот непонятной, причем не имеющей под собой логические основания межфракционной борьбе. Вот просто потому, что ты вот не такой, как мы, да. И, ну, этим воспользовались, а сложно не воспользоваться. Если власть лежит, ее надо брать. Этим воспользовались наши уважаемые соседи, коллеги по Серому дому, осознанно или неосознанно, но правительство тем самым укрепило свои позиции, да. Сейчас мы видим, что, ну, там, то, что происходит в ЗАГС-собрании, это отражение и тех политических процессов, которые в обществе происходят, и отражение той динамики, которая есть в исполнительной власти. То есть мы сегодня видим, я думаю, все это ощущаем, определенную турбулентность, как вот на федеральном уровне, в федеральной повестке, так и в региональной повестке. И грех бы этой турбулентности не воспользоваться, потому что мы сегодня действительно можем многие вещи затвердить и застолбить не только для нашего созыва, но и на будущее. Были большие планы в начале этого года по усилению контрольной функции ЗАГС-собрания в части введения, точнее, возвращения к Институту парламентских слушаний. Первое слушание и, наверное, последнее, да, Владимир Александрович, на сей момент мы провели в прошлом году, летом, по программе переселения, причем мы получили на эти слушания такой, ну, сильно негативный ответ, чего вы нас вроде как учите. Но в итоге-то сменилось руководство в Министерстве строительства Кировской области, и многие вещи, о которых мы говорили, в частности, межфракционно говорили, не сговариваясь, да, о том, что, например, надо районам выделять деньги на снос аварийного жилья, и эти вещи, они отрицались, а к концу года они вдруг пошли в работу, и в следующем году эта субсидия планируется территория. То есть, мне кажется, надо абстрактироваться от каких-то вот ярлыков там партийных и конструктивные вещи и вытаскивать. Вот был план на этот год, ковид вмешался, то есть мы реально не можем провести из-за вот этих ограничений нормальное слушание. Дай бог, все это спадет, и мы сможем это сделать. Но слушания, на мой взгляд, это мало. Я действительно считаю, что законодательное собрание должно быть сильным хотя бы для того, чтобы обеспечивать баланс интересов. То есть вот не случайно, и Федор Васильевич Павел упоминал, есть система сдержек и противовесов. Законодательная власть, исполнительная власть и власть судебная. Если какая-то из этих самых сдержек, она провисает, она ослабевает, собственно говоря, и остальные не работают уже эффективно. За отсутствием контроля со стороны депутатов, а значит, со стороны общества, исполнительная власть начинает, скажем так, действовать не всегда в интересах народа. Это объективно. Я думаю, примеры тому мы все имеем. И я сугубо выступаю за усиление контрольной функции ЗАГС-собрания, за усиление статуса депутата ЗАГС-собрания, воспринимая это как вызов. И мы с коллегами уже внесли на первое чтение проект закона об установлении о возвращении, точнее, административной ответственности за неисполнение требований депутата и за нарушение сроков ответа на депутатский запрос, за иные там правонарушения, за ущемление прав депутата, а значит, и избирателей, которые за ним стоят. Потому что, смотрите, ну нонсенс же у нас получился. То есть в какой-то момент там на этапе чистки технического регламента мы взяли и административного законодательства мы взяли и выкинули ребенка вместе с водой. То есть у нас, получается, есть ответственность административная за неисполнение требований власти представительной. Также защищена ветвь местного самоуправления в части глав администрации, но и депутаты районов, районных дум и сельских дум, и депутаты законодательного собрания остались без своей административки. Ведь это все выстрадано, потому что я сталкивался, и мои коллеги сталкивались с тем, что нам не отвечают на наши запросы, игнорируют сроки. А когда мы обращаемся в прокуратуру, нам говорят, ну подождите, нет же административной ответственности, поэтому, извините, сделать ничего не можем. Ведь мы действуем не для себя, мы действуем в интересах людей. И сами видим, что да, действительно на определенном моменте, сами того, может быть, не осознавая, мы себя ослабили. Следующий момент, который мы также готовим в рамках административного сопровождения деятельности депутатов, это, на мой взгляд, необходимо как в Московской городской думе, в Московской областной думе, насколько я помню, устанавливать ответственность за воспрепятственную иным формам депутатской деятельности, за проведение депутатского расследования. А ведь этот инструмент мы пока не использовали в этом созыве, но это не значит, что до него руки не дойдут. Потому что есть проблематика, которая, наверное, нуждается в таком углубленном изучении. Ну, не буду там сейчас, скажем так, углубляться в это все. Без примеров. Без примеров, да, но есть. Объективно есть, где все фракции могут объединиться и определенные пласты поднять. Что касается, то есть поэтому вот к чему я все это, к тому, что да, я тоже считаю, как и коллеги, что в силу там ряда причин мы на настоящий момент там находимся в той стадии, откуда есть куда подняться, скажем так. И лично я буду предпринимать меры для того, чтобы это сделать. Есть, собственно говоря, и понимание среди многих коллег по фракции, и результаты голосования даже последней пленарки, вы поверьте, они достойны изучения, потому что много интересных моментов увидите, что многие люди поддерживают. Кто-то молчаливо воздерживаясь, либо не нажимая кнопку там, кто-то голосуя за проекты предложенной оппозиции, но люди поддерживают то, что коллеги из оппозиционных фракций предлагают, потому что это здраво, разумно, и это должно быть реализовано. Вот пример, это инициатива об обращении по сохранению единого налога на обмененный доход к Мишустину и к представителю Государственной Думы Володину, в которой в итоге большая часть депутатов за исключением, по-моему, одного против одного воздержалась, проголосовала поддержку проекта постановления вопреки каким-то там вот внутрифракционным вещам. И слава Богу, что это и есть здравый смысл, он должен побеждать. Что касается СМИ, ну вот у меня здесь свое такое мнение есть, я, честно говоря, наверное, крайне-крайне редко пользуюсь этими официальными возможностями, потому что вот я считаю так, что если тебе не о чем сказать, нечего за это платить. Если тебе есть что сказать, про тебя напишут и так. Ну, то есть у коллег есть и социальные сети, есть и контакты с журналистами, и, честно говоря, вот так если посчитать за прошедшие четыре года, там, что мне дало публикации больше, там, официальный какой-то госзаказ или инициированная самостоятельная публикация, конечно, самостоятельная инициированная публикация. Вот мое личное мнение, опять же, это личное мнение, что деньги, которые идут на информационное обеспечение и деятельность ЗАГС собрания, правильно было бы потратить, наверное, на другие нужды и цели. Например, передать на обеспечение текущей деятельности всех фракций законодательного собрания, это было бы правильно. Потому что, ну, то есть фракция – это элемент законодательного собрания, это организационный инструмент для работы фракционных депутатов. Ну, давайте поможем, сделаем, переиспределим эти средства. Я не знаю, можно это или нет в рамку бюджетного процесса, но инициатива, наверное, правильная. Если мы ее не сможем сделать, ее надо сделать в следующем созыве. И вообще, давайте вспомним, что на деятельность СМИ областных мы выделяем в рамку бюджета денежные средства. В прошлом еще созыве действовала негласная, но ни разу не срывавшаяся договоренность о том, что ЗАГС собрания имеет квоту 10% в печатных площадях СМИ, учрежденных правительством Кировской области. Это районные СМИ. И это те структуры, которые ранее входили в областной холдинг. Но на следующий момент у нас там что, Кировская Правда, она осталась. Вот не надо мне, конечно, Кировской Правды. Но еще раз, полоса в каждом пятничном номере выделялась под фракции. И я помню, там был у меня неоднократный диалог с госпожой Шутовой, которая руководила информационно-этическим управлением. Она прям стояла за каждую фракцию. Прямо вот там ни слова убирать не надо. То есть все были представлены. Действительно, кто-то больше, кто-то меньше. Но в итоге вот полоса и как бы от каждой фракции по позиции. Где эта договоренность? Когда мы опять же этого ребенка выбросили с водой? Я не знаю, потому что вот ну как бы ее нет оказывается сейчас. Значит, надо ее закреплять как-то. Потому что, извините, там правительство, на мой взгляд, здесь действует, учреждая эти СМИ в интересах как бы там власти Кировской области. А власть, она у нас из двух ветвей. Законодательный и исполнительный. Дайте вы слово депутатам. Вот ей богу. Да, вот звучало предложение, по-моему, на пленарке или на комитете где-то поднять вопрос, вот как с районными газетами работать. Ну, слушайте, ни меня, там, ни других коллег в этих районных газетах нет. Так же точно, как и представителей оппозиционных партий. И вообще там законодательное собрание, вот оно там. Зато есть правительство на 90%. Ну, на 100 уже, плюс телепрограмма там, да. Правильно это? Я считаю, нет. Я считаю, что депутат, одномандатник и депутат по списку от округа должен иметь квоту и должен звучать на страницах средств массовой информации хотя бы в этом районе. Давайте думать, как это сделать. Там сейчас вот какой-то анализ подобьют. Я думаю, итоги-то будут неутешительные совершенно. Я ведь не говорю о том, что депутат сам должен за деньги пожить. Депутат, он осуществляет представительскую функцию людей. Соответственно, на мой взгляд, органы госвластия должны давать им печатное место там как-то бесплатно. Вот так мне кажется. Это вот то, что касается СМИ. По пятиминуткам мое мнение личное, что в начале или в конце или пленарки пятиминутки должны быть. Я, коллег, в этом убеждал, потому что я считаю, что партия «Единая Россия» фракция тоже должна иметь возможность как-то высказываться по текущей повестке в рамках пленарного заседания. Это точно не разное. Это вопрос не там, коллеги, приходите лес садить. Это реально важный вопрос для нашей деятельности. И давайте попробуем заново инициативу внести. Вот так, я считаю. Возможности есть, давайте им пользоваться. Я считаю, абсолютно логичное предложение. Сегодня мы поговорили с представителями трех политических партий в ЗАГС-собрании о роли ЗАГС-собрания Кировской области. Я считаю, дискуссия получилась интересная. Это своего рода пятиминутка для политических партий, но все-таки эти пятиминутки желательно... А давайте вернем на эхо Москвы пятиминутки вернуть. Поэтому всего хорошего, уважаемые радиослушатели. До свидания, наши гости. До свидания. Дайте слово.